Самсония Что он очень сильный и он слушал Бога и потом он не слушал Бога Интересно, подождите, а ты что знаешь за Самсона? Самсон был очень сильный и у него были длинные волосы, но когда он рассказал секрет, ему отрезали волосы и он больше не был сильный, но потом Бог ему дал силу, потом он разрушил столбы и потом он умер А что ты знаешь за Самсона? Он был Назирайт и он не мог пить ничего, не трогать ничего мертвого, не мог пить вино или есть виноград и не мог резать волосы Скажите, детки, среди троих, как вам кажется, кто больше из вас троих похож на Самсона? Как думаешь? Кто из вас троих похож на Самсона? Я думаю, я А ты как думаешь? Не знаю Не знаешь? Хорошо, ладно, давайте молодежь пусть поможет, а ну пожалуйста, Илюша, Борис, идите ко мне Быстрее Хорошо, значит, первый вопрос к вам, просто вот среди вот этих троих, кто больше всего, как вам кажется, похож на Самсона? Илюша Ну если такая мужественная, с такой храбрностью ответила, я думаю, она может и быть Самсоном И у ней длинные волоса Ну а что вы знаете вообще о Самсоне? Он был помазанник Божий И мне кажется, он был высокий Высокий Уже все сказано, но он был помазанным Бог его избрал И ему написано в Библии, чтобы мы много уроков избрались этой истории Спасибо, молодежь Просто что, вы поняли, как бы я вообще-то предполагал, что он будет Самсоном Но проблема с волосами, а здесь проблема с волосами решилась Садитесь, садитесь Итак, жизненные Жизненные уроки на примере Самсона Вообще все, кто жил до нас, они являются для нас образами или примером, на котором мы можем учиться чему-то хорошему Вы еще не против учиться? Извлекать уроки Не против? Спасибо Значит, первое, что я хочу, чтобы вы услышали Время, в котором жил Самсон Мы рождаемся в разное время В разных обстоятельствах и в разных странах Так или нет? Время, когда родился Самсон В Библии написано это так Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа И предал их Господь в руки филистимлян на сорок лет Судя Израилю 13.1 Пожалуйста, операторы, следуйте за мной О, видите? Как все хорошо Я еще раз повторяю Время, в котором был рожден Самсон В Библии написано, что в то время филистимляне угнетали Израиля То есть Израиль не просто был порабощен А это особое угнетение, преобраз греха Именно в это время рождается Самсон И в Библии написано, что он как младенец рос И Бог благословлял его И Дух Божий действовал в нем Поэтому Самсон Это яркая личность Вы согласны со мной? И в книге судей Судей Израилевых Там есть семь историй Семь судей И один из них это Самсон О котором написано в четырех главах Дальше вы видите рождение Самсона И план Божий на его жизнь Он есть и на твою жизнь И вот ты зачнешь Это ангел, явившись, сказал родителям И родишь сына И бритва не коснется головы его Потому что от самого чрева Младенец и будет на заре Божий И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян То есть сорок лет Они угнетаемы филистимлянами Бог это видит И он посылает свою помощь и избавление Через Самсона Бог любит свой народ И когда мы проходим трудности или угнетения Бог поднимает посвященных людей Своих назареев Чтобы ситуацию изменить Чтобы своему народу помочь Поэтому он был От рождения Назареет Божий Это отделенный Помазанный Чтобы спасать Сила Божья на Самсоне Обратите внимание И пошел Самсон с отцом Своей матерью Свою Фимнафу И когда подходили к виноградникам Фимнамским Вот молодой лев рыкая Идет навстречу ему И сошел на неду Господень И он растерзал его Как козленка А в руке у него ничего не было Это захватывающая история Говорит о том, что когда Бог Помазывает на служение То всегда есть противодействие Дьявола и врага Не случайно этот молодой лев вышел И случилось то, что случилось Самсон был такой же, как и все мы Но Дух Божий сошел на Самсона И он этого льва разорвал Не имея ничего в своих руках Это была большущая победа И это было начало Будущих благословений и побед Самсон был настолько сильный Что на его примере Многие молодые люди учатся И стремятся к тому Чтобы иметь то, что имел Самсон В свое время этот Самсон Взял городские ворота И унес на гору Это приблизительно Ближайшая эта гора Была 30-35 километров Это был человек Необыкновенной силы Итак, жизненные уроки На примере Самсона Шесть важных вещей Которые не знал Самсон Или которых не знал Самсон Первое Он понимал веру Но не понимал верность Верность Она всегда приносит хорошие плоды Он понимал веру Но не понимал верность Хорошо иметь веру Желательно такую веру Что можно было бы И горы переставлять Но надо еще быть верным Самсон мог с обычного Сделать что-то необычное Он любил впечатлять Был очень смешленным Но может быть Недостаточно мудрым Поэтому Сегодня мы можем учиться На примере Самсона Чему мы можем учиться Чтобы не повторять Его ошибок Путь к Божьему призванию Лежит через верность Это воля Божья и верность И когда человек состоялся Или состоится В своем призвании Это огромное благословение Жизнь превращается в песню Он делает то, что он делает С удовольствием И Бог обильно благословляет Таковых людей Но очень важно Определиться в призвании И совершить то К чему призывает нас Бог Вот смотрите Почему я говорю Что будь к Божьему призванию Это верность В Библии написано так О Павле Благодарю Давшему мне силу Христа Иисуса Что он признал меня верным Определив На служение Почему Павел Был призван на служение Потому что Бог нашел в нем что? Верность Вера и верность Вера и верность В своей жизни Вы будете встречать Немало способных людей Что то делать И это хорошо Но кто находит верных? Мат Тереза как то сказала Я не молюсь об успехе Я молюсь о верности Я не знаю о чем молитесь вы Но вот смотрите Верный человек Богат благословениями Если вы просто стремитесь К этим благословениям Будьте верны И смотрите как просто все Будь верен в семье Есть люди в зале Которые просто готовы проголосовать Что это важно Быть верным в семье Ну есть? Спасибо Спасибо А вот в церкви Так А вот Господу Богу Спасибо Повторите за мной Верность От домостроителей Требуется Чтобы каждый Оказался каким Верным Почему это важно услышать? Я не знаю как вы Но я в своей жизни Встречал таковых людей Которых такая вера Что они могут говорить Много о том Что Бог делает Через них И как Он действует Они готовы горы переставлять Но вот как бы С церковью Никак не могут определиться Это воля Божья И верность Еще раз повторяю Он понимал веру Но не понимал верность Иметь веру Это очень здорово И этой верой Побеждать и жить Но кто находит Верных Именно на верности Держится государство Власть Церковь Семья Но кто Находит Верных Это люди Которые Одинаковые В присутствии И в отсутствии У их тот же тон Тоже направление Разговора Это люди На которых можно положиться Люди Которым можно доверять Вы вряд ли будете принимать На работу Человека Который Не верен Который может работать Против вас Работая у вас Вряд ли И так на всех уровнях Если вы хотите состояться Как служители Если вы хотите Состояться Просто В своем призвании Обратите внимание На эту важную истину И будьте верны Несмотря ни на что Верный человек Богат Благословениями Скажите слава Богу Идем дальше Второй урок Он понимал Благодать Но не понимал Праведность И можно добавить Святость Он не только понимал Благодать Он переживал Невероятную благодать Помазание Святого Духа Было на нем Он творил Такие вещи Которые могут Люди Которых могут только мечтать Но не понимал Что то важное В своей жизни Это как я уже сказал Праведность И святость Вы видите Пробыл в доме Женщина одной Нехорошего До 12 ночи Потом ворота унес Совершая чудеса И самое печальное В его жизни Что даже когда уже Дух Божий Оставил его Он даже об этом Ничего Не знал Просто он уже так привык К тому что Божий Дух Обитает на нем Что когда случилось Что когда этого не стало Он даже не мог понять Что в конце концов В его жизни Произошло Поэтому Очень печально Есть вещи С которыми Мы не можем И не должны шутить Вот послушайте Как это было В жизни Самсона И он открыл ей Все сердце свое И сказал ей Долидия Бритва не касалась Головы моей Ибо я на заре Божий Он имел Вы здесь видите Он разорвал Почему сегодня Мы можем учиться Это такое Состояние Когда Ты любишь То что любит Бог И ненавидишь То что Бог Ненавидит Но это он Как то Потерял Здесь присутствуют Дети Я хочу сказать Детям Дети Вы меня слышите? Дети Если в вашей жизни Есть страх Божий Контроль родителей Вам уже не нужен А родителям В первую очередь Надо привить детям Что? Страх Божий Иосиф был молодым человеком И соблазн Был настолько велик Потому что Его соблазняла Жена фараона То есть Позефара Извиняюсь То есть он мог сделать Этот шаг И не только удалитровать Свою плоть А просто Жизнь Как бы ее расцвела Но Иосиф Он был другим И поэтому Мы как христиане Должны Обратить на это внимание Еще раз повторяю Он понимал Благодать Он ее переживал И мной Христиане ее переживают И это нормально Но люди Которые не имеют страха Божия Не имеют понимания Святости Праведности Часто она как приходит Так она уходит И люди Не в состоянии Выполнить План Божий На свою жизнь В какой-то момент Самсон Увлекся тем Что предлагает мир Он начал искать Свои радости Своё удовольствие И свою силу И вот смотрите Закон Божий Например Запрещал Самсону Жениться На язычниках То есть Он имел право Взять невесту Из своего народа Но Самсону Понравилась Филиссимлянка Родители убеждают Слушай, не делай этого А я Говорит И я люблю Что-то подобное Происходит и в нашей жизни На основании Библии Христиане должны Жениться на христианах Но иногда У нас приходит Такой момент Когда мы говорим А я её Люблю Чему мы можем Научиться На примере Только Самсона Обратите внимание Когда он решил Жениться на филиссимлянке Он пережил Три сильнейших Предательства Я назову их Он был предан Своей женой Он был предан Филиссимлянами И он предан Был своим Брачным другом И каждый из нас Кто сегодня Любит мир И увлекается миром Его ожидает Та же участь Он будет предан Миром Он будет предан Мирскими друзьями Он в конце концов Останется Ни с чем Для христианина Послушайте Дружба с миром Представляет Самую большую опасность И приносит Самые печальные Результаты И если Здесь люди Здесь Которые в церкви Они как ангелы А дома их даже Близкие не узнают Или уходя Они на работу Они живут так Как считают нужным То я здесь Чтобы сказать Послушайте Что Произошло с Самсоном Какую цену И мы Нем Он Это Каждый Из И Каждый Из Нем Он Он Понимал Благодать И Переживал ее но вот почему есть люди которые хорошо молятся а есть люди которые хорошо и правильно живут я не против молитв но все что мы переживаем посредством духа святого она должна отображаться в нашей жизни изменять ее я не против чтобы дух божий действовал в сердцах в семьях в церкви христовой но это и благодать и огонь и здесь важно человеку не обжечься а просто укрыться и под эти по этой благодати и под этой благодатью жить поэтому я еще раз и еще раз просто обращаюсь ко всем вам не повторяйте ошибок самсона он переживал благодать но его неправильные действия поступки не дали возможность реализовать себя свой потенциал и состояться в жизни следующее чем мы можем учиться у самсона он понимал религозные заветы но не понимал суть завета в чем же суть заветных отношений суть заветных отношений это не только то что я не делаю не грешу это нормально но суть заветных отношений они в основном основываются на любви и на крови когда молодые люди женятся заключая завет семейный он заключается на крови и он основан на любви поэтому он понимал религиозные заветы но не понимал суть завета что это значит как правильно строить свои взаимоотношения с богом а это общение с богом и его народом это наша любовь к нему поэтому в жизни самсона молитва встречается не так часто он молится когда смерть угрожает ему или когда какая-то серьезная опасность случается в его жизни поэтому например иисус навин он был совершенно другим он написано не отходил от скини он просто общался с богом и поэтому он поведет израиля дальше слава христу аллилуйя можно обратить внимание как бы и на другие примеры когда бог или где бог заговорил к самуилу кто здесь чтобы слышать бога и жизнь свою подчинять ему чтобы воля божья исполнялась в нашей жизни поэтому если у вас молодежь пропало желание ходить в церковь а это красный свет не ходите на красный свет молодежь и подростки если у вас сегодня был выбор ваш выбор идти в церковь или не идти не по просьбе родителя ваш выбор вы бы пришли сюда или нет запомните что христос когда и родители стали совершенно одним где они ее нашли в храме так христос начинал свое служение он не бежал из храма он бежал в храм он строил отношения свои с богом и с ближними поэтому бог желает благословлять народ свой слава иисусу поэтому когда мы любим бога мы обновляем свой завет и укрепляем так или нет мне недавно я услышал такую историю один муж обратил внимание что я жена ведет переписку на фейсбуке с другим там с другим с другим все было нормально город просто заметил и он тогда подходит жене и говорит это а жена говорит от его вообще еще мной интересуюся хоть как-то начались перепалки началась ревность и так дальше но почему этот пример вам привожу от жена жили нормально как-то поняла что как-то муж мало внимания уделяет ей же мужу было нормально а вот жене казалось бы что вроде как бы вот чуть-чуть еще и чтобы этот на этот интерес возбудить она завела там дружба чтобы мужа как бы подтянуть а муж вместо тету начал удаляться а раз так ага то у тебя ага уважаемые дети божьи на основании библии говорю если вам кажется что например муж вам мало внимания уделять или жена действуйте на основании писания и так во всем как вы хотите чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними не ищите кривых дорог это тупик вы только себе навредите аллилуйя внимание не требуют его дают и благословен кто это все получает я вдохновляю вас жить по писанию следующее чему можем научиться у самсона он понимал культуру но не понимал царство в каждой стране есть определенная культура как и у нас здесь в америке в то время когда жил самсона послушайте люди которые жили в то время делали каждый то что считал справедливым но мне кажется мы уже практически до этого приходим конституция меняется все подстраиваться так чтобы как бы вытеснить бога и так дальше делали то что каждый считал справедливым в результате можно сказать вот смотрите только смотря на самсона 7 самсон так и не женился в результате он был практически всю жизнь один и была большая жажда и влечение аморальности он если сражался то был один он мало кому доверял у самсона не было ни последователей ни команды потому что в то время каждый делал то что считал справедливым он понимал культуру но не понимал царство который устрояет бог и которая внутри вас есть все должно быть подчинено и у закона почему например вы видите три вещи которые не должен был со соблюдать на заре божий то есть три вещи которые он не должен был делать надеюсь вы меня поймете воздерживаться от вина то есть и спиртных напитков от рождения не стричь свои волосы не прикасаться к мертвому это было просто посвященные люди и эти люди должны были это соблюдать но в жизни самсона не все к сожалению получилось вот смотрите женщины в жизни самсона один момент после то полюбила на одну женщину жившую в долине сорек имей долида и усыпила ее долина на коленях своих и призвала человека и велела ему стричь всем коз головы его и начал он ослабевать и отступила от него силы его сначала уснул на коленях потом лишился волос а потом потерял все чтобы победить самсона надо было узнать тайник ее силы и вся сила ее была сокрыта в его голову волосах когда он потерял их он потерял все почему я это говорю друзья мои я не знаю как проходит ваша жизнь но я здесь чтобы сказать что падение не происходит в один день падение не совершается в один миг но начале человек сломлен или падает внутри себя духовно а потом и физически и душевно в результате самсон был сражен его не смогли победить филистимляне но одна женщина по имени долины долиды который написано открыл он ей все сердце в результате он потерял все сейчас когда молодые люди женятся будьте благословенны они общаются и говорят мы узнаем друг друга но вопрос вопрос у меня к вам вы обманываете друг друга или вы действительно узнаете друг друга вы разжигаете страсти или вы узнаете друг друга это очень серьезно если вы хотите чтобы ваша жизнь семейная состоялась благословение в браке оно зависит от добрачной жизни поэтому не играйтесь с огнем есть благословенная христианская жизнь аллелуйя сегодня дьявол погружает молодежь самые можно сказать отвратительные тайны они через интернет и другие вещи узнают сколько грязи что иногда от этой грязи трудно отмыться избавиться или выскочить оттуда живым но берегите себя у бога есть план на вашу жизнь во имя иисуса следующее чему можем научиться у самсона он понимал дружбу но не имел правильных друзей но не имел правильных друзей на основании библии все друзья самсона были филистимляне враги израиля и пришел отец его к женщине и сделал там самсон пир как обыкновенно делают женихи это было у невесты там было у него 14 брачных друзей если вы помните и я здесь послушайте молодежь я не знаю ваших друзей но я хочу вам сказать ваши друзья вас тянут повыше или опускают пониже они вас вдохновляют или вас разрушают они вас ведут присутствие божье или привлекают к наркотика христианам заменители не нужны за этим стоит бесы разрушение катастрофа и смерть но есть новая жизнь в иисусе христе куда влекут тебя твои друзья чему не учат тебя и к чему они тебя склоняют вот это зависит твое настоящее будущее а я здесь чтобы сказать если друзья самсона подвели то не тебя подведут а почему подвели потому что они были филиссимляне они были другими они были другими для них ценности христианские были нипочем у них и не уважали и не ценили но с другой стороны смотрите даниил послушайте молодежи подростки в 14 лет он уже оказался в плену в 14 лет без родителей без никого влияние на нее было только отвратительным но он благодаря верности молитве не только сохранил себя но на основании библии знаю что 80 лет через годы он плодовит и чист он пропитан духом божьим и пишет откровение аллилуйя книга пророка даниила мы должны на таких примерах хороших учиться чтобы действительно побеждать и жить его друзья были другими с кем поведешься того и и наберешься суть не в том какую церковь ты ходишь а сутом с кем ты дружишь какие друзья окружают тебя многие которые ведут неправильную дружбу они думают что они мудрее самсона извините меня это человек был необыкновенной силы они думают что их как-нибудь пронесет это заблуждение берегите себя берегите жизнь и будьте благословены во всем во имя иисуса последнее он понимал силу но не понимал власть вы знаете когда встречаю полицейского например я понимаю что он надо мной а вы как вчера на бич приехали друзья и там одна сестра ищет стоянку и не может найти я говорю слушаю становись прямо на дороге скажешь пастырь тебе разрешил полицая как подъедет она не стала это делать я думаю если бы полицейский спросил дай мне адресок этого пастыря поэтому я лично понимаю если рядом полицейский то он надо мной самсон понимал силу но не понимал власть он не искал совета он всегда был практически один он не смог отличить гнев от помазания он говорил как они поступили со мной так и я им сделаю но каким бы сильным человек не был тебе нужно подчиняться и слушаться совета чтобы твое все что ты делаешь оно состоялось я просто призываю вас так жить на основании библии за самсона я знаю что он постоянно можно идти дальше он постоянно обвинял других хотя суд судей израиля он был 20 лет но послушайте когда бог начинал работу в сердце самсона он его помазал от рождения в назареи с той целью чтобы избавить израиля от филистимлян но он умер так и не завершив свою миссию так и не избавив израиля от филистимлян это преобраз греха вот почему мир пришел христос как назарей божий и сделал то что не закончил свое время самсон аллилуйя слава богу поэтому его чудеса впечатляют но они не эффективны я это говорю тем кто живет чудесами или кому чудес не хватает я не против чудес но то что совершил самсон в свое время это не сравнимо ни с чем но это работает эффективно послушайте когда я пророк и живу жизнью пророка когда я чудотворец и моя жизнь это чудо божье аллилуйя можно впечатлять а можно изменять можно захватывать а можно влиять бог призывает нас чтобы мы во всем подражали ему поэтому последнее что я хочу вам сказать в чем или можно сказать с кем твое сердце сегодня вот смотрите что произошло в жизни самсона и сказал ему давида как же ты говоришь что любишь меня а сердце твое не со мною суть не в том какую церковь человек ходит а с кем твое сердце суть не в том как человек даже себя называет но с кем твое сердце вот до лиды она и говорит самсону ты говоришь что ты любишь меня а как послушайте меня внимательно даже люди которые живут вместе семейные люди они понимают вот это с кем твое сердце люди которые присутствуют в церкви они понимают когда человек молится от сердца когда нет мы можем ошибаться но да если мы понимаем это то тем более бог и бога обмануть нельзя все что не исходит от сердца это неприемлемо богу бог желает чтобы все что я делаю оно исходило из сердца скажите слава богу а сердце твое не со мною вот ты трижды обманул меня и сказал мне не сказал в чем великая сила твоя и как она словами своими тяготила ее всякий день то душею тяжело стало до смерти и он открыл ей все свое сердце и сказал ей бритва не касалась головы моей ибо я на заре божий от чрева матери моей если же отстричь меня тот ступит от меня сила моя и я сделаю слабый буду как прочие люди интересно заметить что когда вот эти перегоровы велись то каждый раз Дали доверила тому что говорил Самсон и предпринимала какие-то шаги там постоянно сидел третий в их спальне который был готов нанести роковой удар все было оговорено вяжите веревку связали делай то сделали но он каждый раз освобождает себя она говорит в конце концов с кем твое сердце пока он оставалось на месте с богом все у Самсона получалось как только он открыл свое сердце Дали иде меня это очень пешедляет смотрите после того как он открыл ее сердце она поняла что он ее уже открыл и она пригласила уже этих филистимлян и говорит идите берите уже все нормально уже сейчас никаких ошибок не будет мы ее точно обессилим и вот эти люди с которыми общалась Далида они так поверили ей что они принесли ей золото чтобы рассчитаться он открыл мне все сердце и когда он в очередной раз сказал то что он сказал они пришли связали его и он был лишен и помазание и глаз и силы и свободы это была большая трагедия какой шанс для каждого из нас сегодня с кем твое сердце обратите внимание какой наш шанс не упустите эту возможность пожалуйста сегодня у тебя есть шанс в чем он состоит между тобой и твоим выбором или обстоятельствами есть некто третий который хочет или помочь тебе или навредить тебе но так как мы христиане знаем живого Бога между нашими обстоятельствами и состоянием нашим есть третий Бог который в состоянии нам помочь вот смотрите вы видите здесь стихи между тем волосы на голове начали расти где они были стрижены смотрите Соломон потерял все кажется у него нет никакой надежды но между его обстоятельствами его жизнью был промысел Божий восстановить этого человека Аллилуйя у Бога есть благие намерения о нас и Он благоволит сегодня к твоей душе я не знаю что происходит в твоей жизни но между тем что ты делаешь чем ты занимаешься и твоим сердцем есть Бог который готов тебе помочь и вот этот Самсон работая жерновами чувствует что сила Божия пребывает филистимляне этого не знают но он чувствует идет возвращение я восстанавливаюсь и вот последняя победа Самсона его звал Самсон Господа и сказал Господи Боже вспомни меня и укрепи меня только теперь о Боже чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои и уперся он всей силой свою и обрушился дом на владельцев и на весь народ бывший в нем и было умерших которых умертвил Самсон при смерти своей более нежели сколько умертвил он при жизни Бог дал ему шанс еще раз повторяю Бог дал ему шанс чтобы выполнить свое призвание и хотя он его не выполнил до конца но когда Бог возвратил ему потерянное он погубил то есть образно он победил грех и грешнику он настолько серьезно что эта победа была больше чем когда он был живым Бог дал ему этот шанс если среди нас есть люди которые уже острижены долинами обстоятельствами я не знаю еще чем можно острить человека Бог здесь присутствие дает тебе шанс возвратить то что однажды ты переживал в жизни я не знаю как протекает ваша жизнь но лучше учиться на ошибках других не жаль и на своих если вы готовы использовать этот шанс сейчас когда мы будем молиться я просто хочу чтобы каждый из вас сделал правильный выбор в своей жизни каким будет твой выбор еще раз каким будет твой выбор что необходимо тебе в жизни слово Божье пост и молитва правильные друзья послушание держаться с киньей церкви Божьего присутствия иметь страх Божий если это будет твоим выбором то сила Божья в церкви будет пребывать и мы сделаем то что мы еще не сделали Бог дает тебе шанс и жизнь избери жизнь чтобы тебе жить да будет имя Бога благословяно в каждой судьбе давайте мы помолимся и скажем Господь я избираю жизнь аминь Субтитры сделал DimaTorzok